Вы знаете, братья и сестры, я думаю, если не брать во внимание библейский взгляд, библейское мировоззрение на жизнь человека, на судьбу человека, на устройство его судьбы, на будущее, то с точки зрения светского мировоззрения, обычного обывателя, всех людей в этом мире в какой-то степени можно разделить на две группы людей, на удачников или удачливых людей и неудачников. Понимаете, о чем я говорю, да? Люди в этом мире делятся с точки зрения психологии, философии на людей, те, которым сопутствует удача, и тем, которым не сопутствует удача. Подчеркиваю, если не брать внимание библейскую концепцию понимания жизни человека как творения Божьего. Вы знаете, русское слово, вот это «удачливый человек», он происходит от слова «удача», «фортуна» синонимом слова, «везение». В английском языке есть тоже некоторые слова удачливых людям, говорят «lucky man», да, «удачливый мужчина», «человек». О тех, которые влачат существование, о тех неудачниках, которые на этой земле, лузер называет их, от глагола «lust to lose». И вы знаете, это может быть оскорбительно звучит, но согласитесь, сегодня это идея, идеология, господствующая в этом мире. Модель успешного вот этого человека, удачливого человека настолько пропитана сознанием миллионов людей, что стала определенной философией, стала определенной идеологией в этом мире. О человеке, о человеке удачливом, очень легко говорить. У него все получается. Он молодой человек, симпатичной внешности, стройное телосложение, прекрасное образование, хорошая машина, прекрасные отношения на работе, и, знаете, карьера его рос, очень быстро продвигается, он всегда появляется вовремя, в нужное время и встречается с нужными ему людьми. И вы знаете, когда мы смотрим немножко на жизнь этого мира, мы видим, что огромные средства, колоссальные финансы затрачиваются для того, чтобы сформировать у людей, стать хотя бы на один день, хотя бы, может быть, подражать герою этого фильма, в котором все хорошо очень получается. Если вы помните, люди, когда жили в Советском еще Союзе, эти были, наверное, 90-е годы или конец, может быть, 80-х, в Советском Союзе, когда люди стояли в очередях за колбасой, появилось такое шоу, это было впервые, наверное, поле чудес, да, кто жил, помнит, наверное. Вот вспоминается вот своеобразная философия. Миллионы людей собирались вокруг телевизора и наблюдали, что там происходит. Собирались счастливчики, люди, простите, вот по-детски, крутили этот барабан в надежде, смотрели, когда же вот эта стрелочка остановится, вдруг она остановится на приз или выигрыш. Люди писали миллионы писем, старались попасть на эту передачу, привозили с собой пирожки, колбасу и все подарки со всего Советского Союза, чтобы оказаться на этом поле чудес. Друзья, мы улыбаемся сегодня, за этим стоит очень серьезный духовный вопрос, то, что мы сегодня живем в современном мире в 21 веке, на каждой автозаправке нам предлагают за один доллар попробовать свою удачу и сорвать джекпот. А вдруг у тебя получится сегодня? Почему нет? Сегодня масса всяких шоу, когда люди пытаются попасть на эту передачу, где разыгрывается, где путевки, деньги, хорошие вещи, машины, и все это обставлено очень красиво, блестяще. Людей приглашает вновь и вновь. А вдруг это ты, тот удачливый человек, которым сегодня судьба тебе улыбнется. Не так ли? Вы знаете, вот это слово «удачливый», оно настолько вошло в нашу жизнь. Согласитесь, мы слышим эти слова. «Я удачно купил дом, я удачно продал дом, на мне удачно сидит костюм, даже к прическе, говорит, как удачно на ней прическа, или шляпка, или еще что-нибудь». И все это удача, удача с удачей связан, друзья. Люди живут. Я хочу сказать, что американская мечта базируется на культе успешности, победы, удачи и является очень привлекательной для миллионов людей в этой стране на Западе и в тех странах, откуда мы выехали. Дух успешности, дух удачи господствует в этом мире и стал привлекательным для многих христиан в этом мире. Сегодня нередко можно услышать такое выражение «удачный христианский бизнесмен» либо «популярный радиопроповедник» или «телепроповедник». Такие люди собирают десятки тысяч на стадионе или в мега-церкви. Они проповедуют Евангелие благополучия. Они с открытой книгой Священного Писания. Все настолько представлено, знаете, в эффектах пения, музыка, свет. Красивый одетый, на нем хорошо сидит костюм, речь отточенная, продуманная. Тексты Писания срываются с его губ. Все было красиво, он показывает настолько чудные дети Божьи. Как они прекрасно могут устроиться в этой жизни. Какими благословениями обладаем мы, дети Божьи, на этой земле. Они изгоняют дух от бедности, неудачи на своем пути. Они проводят семинары, курсы, как быть успешным христианином в этом мире. Я хотел бы сегодня в это утро привести свидетельство одного христианина, человека, который прошел очень трудный путь. Я хочу цитировать его свидетельство. Следующее он написал. В самом начале своей христианской жизни, своего пути, я рос на успешных проповедях из серии «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Учение процветания об исцелении, об изгнании беса бедности, об изгнании проклятия и притягивания успеха, о свершении всех мечтаний, всех твоих желаний, было приоритетным в моем начале христианской жизни в церкви, где познакомился впервые с людьми верующими. Казалось бы, все сначала складывалось наилучшим образом. Учеба в университете, прекрасная работа, успешная карьера, свой бизнес. Я был удачливым христианином. Все так хорошо складывалось в модель успешного, благословенного Богом Сына Иисуса Христа. Я был на коне. Но в какой-то момент у Бога, он пишет, что-то изменилось, по его мнению. Бог нес свои коррективы, и к такому повороту событий я не был готов. Со временем я оказался в тупиковой ситуации. Я не смог найти решение, и я опустился на самое дно социальной лестницы. Он пишет так, мне проповедовали другого Бога, Бога успеха, лоска и красной ковровой дорожки. Я решил, что Бог просто не может так проявляться и поступать со мной. Здесь что-то не так. Я не смог находиться, справиться с ролью христианина-неудачника, христианина-лузера, и я убежал от такого Бога искать себе удачу. Этот путь закончился потерей работы, потерей бизнеса, судом и нескольких лет тюрьмы. Потом прозрение, возврат к Богу, принятие Его воли, Его пути, Его понимания, счастья, судьбы и устройства в этом мире. Он пишет, что и для Его родных, близких родителей, которые пришли ко Христу вместе с Ним в эту церковь, все оказалось намного драматичнее. Отец спился, мать бросила церковь и абсолютно разочаровалась в Боге. Родной брат спивается. Сестра ушла в этот мир и поставила точку на своей вере. Интересно, что он пишет в своем свидетельстве удивительный Бог, который не оставил Его. Он пишет, что я когда-то мечтал быть великим проповедником, собирать тысячи, десятки тысяч на стадионе в большой церкви проповедовать. Но благодать Божия произвела в его сердце огромную перемену. И он нашел свое счастье проповедовать Евангелие в маленьком районе, в небольшой церкви, нескольким десяткам верующим. Но самое ценное для меня было в этом свидетельстве, брат и сестры, что он для себя открыл по новому Богу, Бога. И самое главное, он открыл для себя другого Христа. Он говорит так, пишет, что я научился видеть Христа не только входящим в Иерусалим, в славе, под общее ликование, оса на сыну Давидову, но я увидел и научился видеть Христа скорбящим, плачущим в Гевсимании, распятым на Голговском кресте и оставленным своим отцом. Он пишет так, когда-то для меня мой успех, мое понимание жизни закончилось в гробнице со Христом. С умершим Христом, где были похоронены мои понимания, мои мечты, мое счастье и самое главное, мое «я», моя гордость, мои планы, я сам. Но гробница оказалась для меня спасением. Я познал воскрешившегося Христа. Моя духовная жизнь начиналась с Евангелия успеха, а продолжилась и продолжается с Евангелия благодати Божией. Нашел счастье для тех, кто нищие духом, тех, которые скорбят, которые жаждут праведности, те, которые плачут, те, которые ищут утешения в Боге. Интересно, братья и сестры, когда я читал это свидетельство, я заметил одну очень важную деталь. Он всегда подчеркивал, что его духовная жизнь начиналась с кредо, его было послание филиппийцам, там, где апостол Павел провозглашает, «Все могу в укрепляющем я Иисусе». Но он говорит, я никогда не замечал, что перед 13 стихом, 4.13, «Все могу в укрепляющем Иисусе» послание филиппийцами, есть 12 стих, я его просто не видел, я его просто игнорировал. Обратите внимание, Павел говорит следующее, «Все умею жить, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Он говорит, я никогда не видел, только тогда, когда этот прошел путь, когда Господь меня провел через могилу, смерть, воскресенье с моим Господом. Эти два стиха, 12 и 13, соединились вместе для славы Христа. «Умею жить». Мою проповедь в это утро я назвал «Евангелие для неудачников». Братья и сестры, возможно, моя проповедь будет сегодня не для всего зала. Возможно, кто-то ее посчитает недуховной. Но через это свидетельство, которое прошел непростой путь наш брат, от Евангелия успеха до Евангелия для неудачников, Евангелия благодати, Евангелия отверженных, я хотел бы сегодня обратиться к тому человеку или даже к той группе людей, христиан, которые считают себя неудачниками в этой жизни. Я имею в виду верующих людей, христиан. Братья и сестры, нет ничего удивительного в том, что этот мир, который отверг Христа, не знает Бога, считает нас неудачниками. Они считают действительно верующих людей неудачными людьми. Вопрос сегодня в том, когда верующий человек, христианин, знающий Господа, считает себя неудачником, несчастливчиком. Я понимаю, братья и сестры, что говорить среди христиан не принято об этом говорить открыто, вслух, потому что это даже противоречит здравому смыслу, противоречит Писанию, как это, христианин неудачник. Ведь мы дети Божьи, правда? Мы знаем Господа, мы имеем бетование, и вообще всю нашу жизнь должно быть очень хорошо складываться. Кто хочет терпеть неудачи, несмотря на все приложенные старания и усилия? Кому приятно быть, может быть, болеть постоянно, испытывать трудность за трудностью, когда что-то не складывается, когда в жизни что-то пошло не так, и ты не можешь просто об этом громко сказать или в церкви сказать, братья и сестры, помолитесь за меня. Вот в моей жизни что-то происходит, или я пришел к такому состоянию, к такому положению, к тупику. Я не могу сказать, что я счастливый человек. И незаметно где-то для всех я записал себя в этот список. Я должен признать, я неудачник. Братья и сестры, хочу еще раз сказать, что дух успешности, дух удачи, вот эта идеология, философия, которую господствует сегодня в этом мире, присуща многим христианским церквям во всем мире. Сегодня люди не идут в маленькую церковь, сегодня, может, люди стремятся попасть на известных, вы слышали, наверное, телепроповедников, которые проповедуют Евангелие, благополучие. Но нужно сказать, что, к сожалению, в реальной жизни далеко не всегда складывается так, как проповедуют эти люди, как, может быть, их жизнь сложна, и люди, оказывается, верующие, которые пришли с мира и попали сразу в такие церкви, разочарованными, разбитыми, потерявшими надежду, потерявшими веру во Христа. Давайте попробуем, братья и сестры, посмотреть на некоторые вещи в нашей реальной жизни. Я думаю, что в каждом возрасте мы можем проходить какие-то трудности, где мы можем считать себя, опасность есть записать себя в неудачники. Давайте возьмем подростковый возраст. Это особая группа людей, часть находится на балконе, часть среди нас, наших ребят, те, которые смотрят нас и будут смотреть и слушать проповедь Евангелия для неудачников. Согласитесь, это очень трудный период и для родителей, и для подростков. Не сформировано еще мировоззрение, не сформирован вопрос спасения, еще не дали свое сердце для Господа. Формируется их нехарактер, не складываются отношения с родителями, трудность в характере, они сами с собой борются, у них трудности с самим собой. Плюс еще какие-то, может быть, недостатки, девочки особенно ранимые. Если вдруг какая-то излишняя полнота, болезненно это воспринимают, прыщики на лице, еще что-то, не так сидит, не так сказали, не так родители позвонили, не вовремя пришли, и все накапливается, накапливается, забывают о том, что большого человека должно быть много, и в этом ничего плохого нету. Это не те вопросы, где нужно страдать и записывать себя в неудачниках. Братья и сестры, задумывались в том, какой процент сегодня суицида среди подростков, молодежи, христиан. Почему, когда мы слышим, произошло горе, трагедия, задумывались мы на тот путь, который человек приходил, что привело его к этому? Если мы возьмем молодежи, очень много проблем, когда они сталкиваются, где об этом громко даже не скажешь. Я бы хотел, друзья, вот в нашей церкви, для тех, кто слушает, коснуться одной такой вопроса, очень важного, очень актуального, но он немного болезненный, очень личный, об этом громко мне говорят. Это создание семьи. Это очень важный вопрос, согласитесь. Создание семьи. Выйти замуж, создать семью, жениться. И прекрасно, когда мы смотрим и видим, вот пару здесь выходит, и мы поздравляем, и молимся, мы видим, встретились, познакомились, все прекрасно у них складывается, друзья. А всех так получается выйти тогда, когда я хочу замуж, и выйти за того, кого я хочу. Не всегда. Это бывает болезненным, друзья, и задается вопрос, а почему? Что не так? Родители переживают, молятся. Есть определенные понимания, стандарты, а если мне уже исполнилось сколько-то, есть какая-то определенная, что-то не так. И люди болезненно к этому, знаете, а если получится так, что я вообще не выйду замуж, и такие случаи есть, как быть в этой ситуации? Возникает вопрос, а может быть, я числа тех несчастливчиков, неудачников, и есть большая опасность записать себя тихо в этот список неудачников. Вы знаете, но вопрос замужества, создания семьи тоже не всегда приносит собой радость. вышла замуж, да оказалась не за того, неудачно. И мы слышим фразу, мой сын женился неудачно среди верующих. Моя дочь вышла замуж, как вышла? Да неудачно. Но опять удача не пришла. То ждали, когда выйдет замуж, теперь вышла замуж, но опять неудача. Понимаете, да, друзья? Это серьезные вопросы, они не говорятся громко. Переживают и братья молодые, и сестры, девушки. Как быть? Кто виноват? Где искать ответы? Вы знаете, сфера нашей христианской жизни, где нас ожидают неудачи, я буду использовать, это нехорошее слово, мы вернемся к нему и посмотрим с позиции Писания. Неуспех, разочарование, потери, многое другое, очень много. Когда человек верующий болеет, и болеет постоянно. Химия за химией, посещение врача к врачу, операция за операцией. И вся твоя жизнь, кажется, состоит из посещения одной больницы. Врачи, операции. Моя сестренка Надя, которая живет в Германии, я думаю, мы уже потеряли счет, сколько было этих операций после потери всей своей семьи. она что, неудачница? А как быть с молодой девушкой, которая мечтала о замужестве, о свадьбе, но оказалась в кресле инвалидном, прикованном на всю жизнь? Она что, неудачница? Кто может дать ответ на все эти вопросы, братья и сестры, когда молодые люди сегодня болеют, теряют, умирают? В Украине за этот год 80 служителей умерло от ковида. Они что, неудачники оказались? Или каким-то образом Бог пропустил что-то, не пободрствовал? Я хотел бы обратиться сегодня к людям, которые слышат нас, смотрят и будут смотреть, друзья. Я хочу сказать сегодня обратиться проповедь моя, Евангелие для неудачников. Вы не одиноки в этом мире, друзья. Вы не одиноки. Библия полна примеров и реальных судеб тех, кого считали неудачниками и которые себя считали неудачниками. Хотел бы провести вот несколько из них. Если мы откроем книгу Руфь, у кого Библия, давайте мы откроем книгу Руфь в первой главе. Мы встретимся с судьбой интересной женщины. Имя ее, Наимень. Братья, скажите, значение слова этого имени. Счастливая. Буквально в оригинале, да, сладкая, счастливая, Наимень. Когда родилась, родители дали Наимень, сладкая, счастливая. Она оказалась в эмиграции. На полях Моевицких. Мы хорошо знаем, когда был голод. Прошло определенное время. Ее посетило большое горе. Она потеряла мужа. Спустя 10 лет она потеряла своих двоих сыновей. И она осталась с двумя невестками. И когда они с Руфью, помните эту историю, они возвращались в родной город Вифлеем. Написано, весь город Вифлеем пришел в движение. знали, Наимень возвратилась наконец-то спустя много лет. Братья, если можно, откройте нам первую главу, 20 стих. Спустя этих лет смотрите, что она называет и говорит о себе. Она сказала им, не называйте меня Наименью. То есть, она говорит буквально, не называйте меня счастливой, называйте меня Марою. Почему? Потому что Вседержитель послал мне горесть. Мара – это горько, несчастная. Интересно, смотрите, 21 стих. «Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Обратите внимание, в конце вопросительный знак. Она в отчаянии, она в непонимании, она не то, что утверждает, она задает вопрос Богу. «Зачем Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Он задает вопрос. Хочу обратить внимание на одну очень важную деталь и на одну очень важную истину. Наши неудачи, потери, проигрыши открывают еще одну сторону нашей духовной борьбы, невидимой и очень опасной. Братья и сестры, несколько недель тому назад мы говорили о скрытых опасностях духовного мира. Помните? Мы говорили о том, что мы живем, братья и сестры, не в тысячелетнем царстве. Мы живем в мире зла, окруженными силами зла, и наша брань не против крови и против, но против начальцев, против власти, против мироправителей, тьмы века сего. Дьявол заинтересован, он ведет страшную, коварную, хитрую борьбу против детей Божьих. Если не удается ему заставить человека верующего согрешить или в грехе жить, он хочет, использует самое коварное, самое мощное свое оружие, уныние. Вам знакомо? Уныние. Ничего не могу поделать. Почему у меня все не получается? Почему все не так, как у людей? Всех людей, и дети вовремя замуж выходят, и к Богу вовремя обращаются, и не болеют, и не разводятся, и церковь не оставляют, а у меня все навалилось на меня, наимень, горечь, печаль. Дорогая церковь, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сегодня, это утро, воздержались от комментариев. Когда мы видим, когда мы слышим, кого-то постигло горе, переживания, страдания, и когда вы видите христианина-неудачника, скажем так, бойтесь комментировать, мы не знаем. Мы вернемся немножко позже, еще дальше. И хочу сказать, что это духовная борьба, опасная, очень скрытая, и коварная. Вы знаете, в чем опасность? Как правило, когда происходит ряд вот этих испытаний, неудач, чаще всего наша реакция будет следующая. Мы начинаем жалеть себя. Правда? Ну, как-то вот жалеть себя. Мы принимаем, может быть, утешение, когда нас жалеют. Вот как-то все. Потом эта часть заканчивается, наступает следующая реакция. Мы начинаем искать кого-то виновных. Кто-то виноват. А кто виноват? Люди неверующие обвиняют кого? Судьбу, обстоятельства, соседей, родственников, правительства, президента. А верующие люди, интересно, они сначала осторожно, а потом все смелее смотрят в сторону Бога. Господи, но это же Ты судьбой управляешь. Судьба человека от кого? От Господа. Господи, Ты сотворил, Ты подарил нам детей, Ты нам послал зятя такого. И много вопросов. Обратите внимание на Наимень. Вот мы посмотрели, внимание на Наимень, как она говорит. Она говорит в 21 стихе, «Зачем вы называете Его Наименью? Господь заставил меня страдать». И она явно говорит «Сидержитель послал мне несчастье». Она сомневается, но по крайней мере говорит «Ну а кто?» Но Наимень, может быть, нужно смириться. Может, нужно было «Господи, да, Ты послал мне такой путь». И в этом, наверное, был какой-то определенный Бога замысел. У Бога была цель, у Бога был какой-то план для тебя, для твоей жизни, для твоих детей. Наимень, ты знаешь, что ты являешься частью Божьего плана через Руф. Руф станет в родословии Иисуса Христа. Она должна находиться там, пройти этот путь. Поэтому все, что проходило с тобой, смерть мужа, смерть сыновей, возвращение с полей Моавицких в Вифлеем, является твой вопрос в конце должен быть восклицательным знаком. Не всегда так, друзья, получается. Не всегда так получается. Такова человеческая наша сущность. И наимень не одинока среди библейских героев. Посмотрите на Якова Рахиль. Рахиль считает себя неудатчицей, проигравшей, особенно на фоне своей сестры Лии, у которой были дети, а у нее не было. Если мы откроем книгу Бытие, 30 главу, первых два стиха покажите нам, братья, сначала первый, потом второй. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю, пока не открывайте второй стих. Есть проблема. Сестра рожает, а я не ж... так, Яков, на ком ты женился? Семь лет за меня работал, ты ж меня полюбил. Она позавидовала, обратите внимание, позавидовала Рахиль сестре своей. Зависть, страшное зло, страшное разрушение приносит душу в жизнь, в отношения. И второй стих, обратите внимание, теперь ответ Якова, реакция его. Второй стих. Яков как должен был поступить? Ну, как-то утешить, смириться. Рахиль, давай будем молиться, у Бога есть план, мы не знаем. Яков гневается, и гневается на кого, кого он вовлекает в этот гнев. Рахиль, он говорит, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Яков, при чем Бог? Ну, как же, ты же послал мне, ты же отверзаешь утробы, ты же благословляешь, ты же даешь наследие, где большая опасность, братья и сестры. Мы жалеем себя, нас жалеют, потом мы обязательно будем обвинять Бога. Так было в Едемском саду, мы потомки Адама, так поступаем в нашей жизни. Братья и сестры, как вы считаете, можно ли считать Иова с точки зрения людей мира сего обывателя, Иова неудачником? Самый большой неудачник с точки зрения неверующих людей, потому что в жизни его получали, постигали неудачи одна за другой. Он же не знал этого разговора Бога с дьяволом, правда, не знал, что там происходило, только видел реальность своей жизни. Сначала потерял потеря имущества, скота, всех детей потерял, здоровье потерял, доверие и утешение, поддержку жены родной, друзей, вера была на грани его, разочарование в полном. Вот в таком состоянии нашли его друзья. И вот интересно, когда в горе, что он говорит своим друзьям, если можно, откройте 19 главу с 5 стиха, будем читать, 19 глава, Иова, 19 глава с 5 стиха, если же вы, Иова обращается к друзьям, если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что кто? Бог. Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Дальше. Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию и нет суда. Он прегородил мне дорогу, не могу пройти, на стези мои положил тьму, совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня и отхожу, как дерево. Он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Такова реакция верующего человека на свои неудачи и на потери. Мы ни в коем случае не осуждаем Иова. Сохрани Господь оказаться хотя бы маленькую долю, испытать то, что Иов. Бог провел этого человека через тьму, через горечь, через страдания и потом подошел к нему и начал беседовать из бури. Мне так нравится этот стих, который в 39 главе, в 34 стихе записан, там, где Иов говорит, вот я ничтожен. 39-34. Иов говорит о себе, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Вопрос. Вопрос. Руку мою полагаю на уста мои. Достиг Бог работы Виова. Достиг. Наши неудачи, разочарования и потери – это часть нашей духовной борьбы, в которой все мы находимся с вами. Братья и сестры, я думаю, что в жизни каждого из нас в той или иной степени были дни, пусть это было, может, несколько каких-то событий, может быть, это череда каких-то были трудности, переживания и неудач, когда мы вместе с Давидом могли сказать такие слова и Псалма 142-34 стих. Псалом 142-34 стих. Враг, преследуй души мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое. Это было состояние Давида. Обратите внимание, он снова к Богу обращается. А к кому нам обращаться? Мы, может, и не хотели, но кто-то же, мы понимаем, что Бог управляет. Ни судьба, ни фортуна, ни злой рок, мы верующие люди, мы знаем, что и волосы наши сочтены. Господи, почему же так происходит, что я вынужден, может быть, находиться в инвалидной коляске до конца моей жизни, быть парализованным, не иметь детей, не выйти замуж, в семье что-то не так. Дети Господу не идут. Почему эти неудачи? Кому нам идти с этими вопросами? Есть ли выход из этой ситуации, когда мы записали себя неудачником? Знаете, я недавно прочитал интересную фразу. Она звучит так. «У тебя нету шансов», громко заявили обстоятельства. «Ты неудачник!» крикнула лень. «У него все получится», тихо сказал Бог. «Братья и сестры, что можно предложить сегодня христианам, которые записали себя в неудачники?» у меня есть ответ. Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа. Потому что именно оно открывает во всей красоте, во всей полноте, во всей славе ценность вашей жизни. Вы дороги для Бога. Давид говорит, «Прежде я пришел на этот мир, очи твои видели зарадыш мой, твои руки соткали во чреве матери моей. Ты наделил каждого человека цветом глаз, волосики, ручки, ножки, приходят дети, братья и сестры. Вот эта идея, удача, это не библейская. Я использовал только для того, чтобы могли понимать суть вещей. Мы не живем, христиане, от удачи. Нам чуждо понимание удача, счастья, рок, еще какие-то, братья и сестры. Мы живем по воле святого Бога. Мы пришли на эту землю благодаря тому, что Бог в Своей суверенном праве и Своей любви и благости к нам дал нам жизнь. И Христос придет эту землю, вися на Голговском кресте, провозглашает каждому миру. Я люблю Тебя, я искупил Тебя, Ты дорог для меня. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Для Христа каждое движение, стук нашего сердца, каждое больное место дорого. мы в Его дланях, мы в Его руках. Любовью вечно я возлюбил Тебя и потому просер к Тебе благоволение. Хочу сегодня обратиться к христианам, которые записали себя неудачники. Нет, вы дети Божьи. Трудности, которые вы проходите, нам непонятно сейчас. И знаете, порой сталкиваешься с такими вопросами, где мы говорим, мы не знаем, у нас нет ответа, мне неведомо, я не знаю. Иногда я просто плачу, потому что не знаю, что сказать. Чем поможешь, когда у тебя депрессия несколько месяцев? Какие лекарства? Почему Бог не отвечает? Но я знаю одно. Вопрос, который был у Иова. Вопрос, который задала Наимей. Давид, который говорил вот эти слова, как мы с вами прочитали. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил жить меня во тьме, Давид, ты, который так близко знал. Тот, который говорил, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вдруг он говорит такие слова. Враг принудил жить меня во тьме. Дорогие друзья, христиане, которые с нами сегодня в прямом эфире посмотрите на Христа. Мне так нравится эта фраза, этого брата. Я открыл для себя Христа, который не только входил в Иерусалим, когда поселали ветви, и звучала осана. Я открыл для себя Христа, распятого на Голгофе, который провозгласил, совершилось, который отнял ключи ада и смерти в дьявола, который своей властью отнял силу начальств и властей, властно подверг позору сатану всех демонов. Наша жизнь, наша судьба, наши минуты находятся не в случае каком-то, зависит, нет какой-то фортуны, удачи. Давид в конце своей жизни, он произнес не эти слова, не только, и уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое, он сказал, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, как много обетований в Священном Писании, которые оставлены в бинах детей Божьих. Я еще и еще раз хочу обратить внимание, друзья, наша судьба, наша жизнь в руках Бога любящего. Касающийся нас касается зеницы ока. Если он положил проходить химиотерапию из месяца в месяц, в этом есть Божий замысел. Он хочет для славы своей совершить. В послании Коринфе нам Павел говорит, что потому что то, что невидимое, оно временное. Видимое временно, невидимое вечно. Эти кратковременные страдания не производят в безмерном преизбытке что? Вечную славу. Таково наше понимание на страдания, на потери, на неуспех. Если Бог задерживает, у Бога есть причины. Если Господь не посылает нам сегодня жениха в нашу семью, в наш дом не придут сваты сегодня, значит, есть определенные у Бога причины, обстоятельства. Нужно смириться, нужно благодарить, нужно принять и ожидать, когда Господь даст ответ. Когда мы болеем, когда мы теряем, друзья, знайте, что Господь в этом. Нету сферы жизни, где не было Господа. Евангелие Иисуса Христа сегодня обращено к неудачникам и потерявшим веру для того, чтобы во Христе обрести новую надежду, обрести смысл и полноту жизни во Христе. Последний текст Священного Писания будем молиться. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Ибо только я знаю намерение, как я имею вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь. Давайте помолимся, прославим Господа в молитвах.